Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Семенек, я психолог, основатель группы сайтов Пережить.ру и школы православной психологии. Сегодня у нас вопрос-ответ, тема «Не могу поверить в бессмертие души». Никак не могу поверить в бессмертие души, но очень хочется, боюсь небытия, так как воспитана в атеистической среде. Может, есть какие доказательства? Первое. Невозможно познать невидимый мир интеллектуальным путем. Его можно познать, в него можно поверить, только путем опытным. И для этого есть два пути. Первый путь очень простой, ведь люди, которые находятся в этом положении, особенно те, которые не особенно стремятся поверить, но просто задаются таким вопросом, а вот докажите мне. Доказать, на самом деле, очень можно просто. Вообще, это просто проще нечего. Возьмите любую книгу заговоров, книгу магии, и несколько заговоров прочитайте применительно к своей ситуации. После этого к вам начнут являться бесы, возможно, каждую ночь. Они будут садиться вам на грудь, будут вас душить, либо делать кое-что еще похуже. Я не буду здесь говорить, скажу лишь, что инкубы и суккубы действительно существуют, причем не являются какой-то редкостью. А поскольку книги по магии у нас крайне распространены, вокруг нас масса людей, которые постоянно имеют дело с бесами, вот с этими существами, которые... Ну, у них достаточно однообразен набор этих действий, да, что они являются по ночам, и ставят себе целью напугать человека, привести его в состояние ужаса. Для этого они либо просто ходят, либо садятся на грудь, душат, кто, смотря на сколько из людей, требует более плотного воздействия, для того, чтобы прийти в это состояние ужаса, которое требуется бесам. То есть это крайне просто, это крайне распространено. Я думаю, что таких людей вокруг нас сотни тысяч, может быть, миллионы. Просто они об этом молчат. Особенно, конечно, люди боятся говорить про инкубов и суккубов, но и вообще не хочется говорить об этом, чтобы тебя не посчитали сумасшедшим. Хотя на самом деле для нас, для верующих, это вещь совершенно понятная, естественная, и нет никакого основания считать сумасшедшим человека, который это постоянно наблюдает. Но, конечно, этот путь, я бы не пожелал его никому, потому что это действительно очень страшно. Какая бы ни была вера у человека, большая и маленькая, это действительно очень ужасно. Люди об этом говорят. Откуда об этом знаю? Я уже порядка 12 лет поддерживаю свой сайт «Заговор.ру», на который люди присылают истории своего соприкосновения с магией. И после более-менее серьезного соприкосновения с магией вот такие вещи начинаются. Для меня это медицинский факт, и делать вид, что «Ах, докажите мне, это так сложно доказать невидимый мир», это просто смешно. Но, как я уже сказал, я никому этого не желаю, потому что это неизлечимо. Их легко вызвать, но их невозможно прогнать. Да, вы можете как-то отражать молитвы крестом, как каждое конкретное явление, но вы не прогоните их насовсем. Почему Господь это попускает? Я думаю, для того, чтобы как раз люди могли искупить свои грехи, свое недоверие. И свой самый страшный грех – это обращение к магии. Поэтому, конечно, гораздо лучше другой путь, который, собственно, нам показывает Церковь. Церковь нам говорит, и Святые Отцы говорят, что вера возрастает от жизни по вере. То есть, когда мы начинаем… Или вера возрастает от соблюдения заповедей. Когда мы начинаем жить христианской жизнью, даже если вначале наша вера едва-едва проклевывается, если действительно искренне жить этой жизнью, делать все, что она подразумевает, тогда наша вера вырастает, и у нас не остается никаких сомнений в существовании Бога, ангелов, невидимом мира и бессмертия души. И эта вера, опять-таки, она основывается не на том, что мы что-то там прочитали интеллектуально, как-то вот прониклись в какой-то идее, а опять-таки это опытный путь. Да, мы не видим глазами Бога, не видим глазами ангелов, но мы ощущаем присутствие Бога во многих ситуациях нашей жизни. То есть, получается, что ответ на тот вопрос, который задал автор, невозможно дать интеллектуальным путем. Бесполезно надеяться, услышать какие-то такие слова, которые вас в чем-то убедят, какие-то доказательства, которые не касаются вас непосредственно, но они вас в чем-то убедят. Нет, вас может убедить только ваша собственная практика. А какой она будет, это дело уже вашего выбора. Спасибо.